В Самарской области очередной антирекорд. 896 заболевших коронавирусом за сутки. Умерло 25 человек. Впервые в России за сутки заболело более 34 тысяч человек. Количество амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на инфекцию растет. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал, регистраторы поликлиник работают в очень напряженном режиме, порой на пределе сил. Действенный способ остановить распространение инфекции, снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса – это вакцинация. Заболеваемость с коронавирусом в Самарской области растет. В COVID-госпиталях с каждым днем становится все меньше свободных коек. Особенно тяжело болезнь протекает у пожилых людей. Целый букет хронических заболеваний существенно снижает иммунитет. И организм уже гораздо слабее противостоит коварному вирусу. Тот, кто по-настоящему заботится о своем здоровье, принимает единственно правильное решение – вакцинироваться. Благо, такая возможность сегодня есть практически в любом медучреждении губернии. Естественно, с возрастом появляется все больше и больше хронических заболеваний. Мало того, что их много становится, они протекают довольно тяжело. Особенно ковид опасен для людей с сахарным диабетом и лишним весом. Этим людям прививка просто необходима. Она не защищает на 100% от заражения, но существенно облегчает течение болезни. Доктора призывают взрослых детей чаще напоминать об этом своим родителям. Уважаемые сограждане тольятинцы, для меня абсолютно очевидна необходимость прививки. Мне странно и даже больно осознавать, что часть людей этого не делают. По совершенно, с моей точки зрения, выдуманным основаниям. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжают вводиться новые ограничения. Так, в ближайшее время будет приостановлено действие социальных карт для жителей 65 лет и старше на проезд в общественном транспорте. Однако это ограничение не коснется тех, у кого есть QR-код о вакцинации. Сотрудники тольятинского ОМОН стали призерами конкурса разминирования от Росгвардии без права на ошибку. Состязания прошли на базе инженерно-саперного полка Северо-Кавказского округа. В масштабных соревнованиях принимали участие 12 команд. По итогам конкурса победу в командном зачете завоевали представители Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, в числе которой были сотрудники ОМОН Тольятти. Прохождение штурмовой полосы, смешанные стафеты и индивидуальные соревнования на лучшего сапера и взрывотехника – это и многое другое на протяжении пяти дней преодолевали участники соревнований. В таком формате он проводится впервые. Поэтому подготовка на него заняла достаточно много времени. И непосредственно подготовку мы проводили у себя в округе на базе ОМОН Тольятти, управления Росгвардии по Самарской области. Самый тяжелый, конечно, заключительный этап командный, там, где военнослужащие сотрудники преодолевали всю дистанцию совместно. В Тольятти прошел 11-й легкоатлетический марафон имени Валерия Малькова. Участниками стали сотни любителей и профессионалов легкой атлетики. В этом году в программе соревнований произошли изменения. Вместо дистанции 6 километров 800 метров появились две новые – 3 километра и 10 километров. Любители бега могли преодолеть полумарафон или марафон. Участвовали все желающие, конечно, пройдя предварительно медицинский контроль. Жители Поволжья и других регионов объединили не только любовь к спорту, но и желание почтить память спортивного журналиста, главного редактора газеты «Спортивное обозрение» Валерия Малькова. Главные события минувшей недели, какими они были и как повлияли на нашу жизнь – об этом в программе «Обозреватель» сегодня вечером. И вот о чем расскажут журналисты Тольятти-24. Ситуация близка к критической. Ежедневно в регионе фиксируются новые антирекорды по коронавирусу. Губернатор Дмитрий Азаров вновь призывает жителей сделать прививку. Но поймите, что это страшная болезнь. И каждый день мы теряем десятки людей. Новые ограничительные меры затронули посетители кафе, ресторанов и фудкортов. В ближайшее время список мест, куда можно будет попасть только с QR-кодом, может быть расширен. Ресторанный бизнес умеет адаптироваться подо все, как, в принципе, и любой другой бизнес. Две недели на дистанте. Как сегодня организованный учебный процесс в школах. Кому сейчас труднее – школьникам, педагогам или родителям? Как избежать заражения коронавирусом? Что нужно делать, кроме ношения масок и соблюдения дистанции? Об этом студия-обозревателя рассказал заместитель главного врача по медицинской части 5-й городской больницы Владимир Козлов. Что происходит на рынке недвижимости? Почему квадратные метры резко подорожали? Причин много. Попробуем в них разобраться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ